А перед началом данного видеоролика я хотел бы вам посоветовать канал Брабус МТА. Брабус МТА это один из разработчиков серверов в МТА, например, как из Сальфорза. Поэтому ссылочку на канал я оставлю в описании и на канале вы увидите разработку изнутри. Поэтому переходите и обязательно подписывайтесь. А еще там частенько проходят конкурсы по CSGO. Скины, настоящие деньги. Переходим, подписываемся. Ну что, ребята, всем огромный привет, всем доброго времени суток, друзья. Друзья, мы сегодня находимся в МТА на проекте CCDP, друзья. Это у нас четвертый сервачок. И сегодня, друзья, мне серьезно самому не верится, но мне придется попрощаться с многими машинами, с многими, собственно, любимчиками. Да, есть у меня машины, есть любимчики. Друзья, сегодня на самом деле будет просто траурная серия, возможно, для моего автопарка. Вы сами понимаете, сколько времени я пытался собрать. Меня взламывали, у меня украли просто то, что я, блин, любил очень сильно. О том, о чем я мечтал, о том, о чем я думал постоянно. Это Агера. Собственно, тот, кто подписан на мой канал, сами знаете, что у меня украли, когда у меня украли, кто у меня что украл. И, собственно, друзья, после этого, конечно, сколько бы людей не помогали, но руки просто-напросто опустились. И, как бы, знаете, что я вам скажу, друзья? Я не ухожу с сервера CCDP, никак нет. Но новую жизнь я тут, возможно, начну после обновления. То есть сейчас у меня есть какие-то тачки, какие-то машины, которые можно продать, перепродать. Я не знаю, что с ними, только нельзя сделать. Но, получается, у меня есть некоторые машины. По типу, получается, C63 AMG, кабан, спринтер не продам. Есть, получается, Subaru VX, которые я тоже не продам. Tesla не продам. Aku-шки не продам. Восьмерку не продам. Что я продам-то, блядь, вообще, сегодня, я не пойму. Но продам, получается, я сегодня F90, E34, 140-й, который участвовал в клипе, и C63, друзья, AMG. Для меня, по сути, это весь автопарк. То есть, как бы, возможно, сейчас я еще что-нибудь зацеплю. То есть я сейчас еще подумаю, что именно продавать. Потому что, друзья, я не знаю, как решиться, серьезно. Я на CCD сейчас жду обнову. И, получается, то имущество, которое я сейчас продам, я хочу, получается, положить все на вклады. То есть сейчас у меня на банке уже есть 30 миллионов на обнову. Но совсем недавно выпустили просто трейлер бомбезный про Ferrari. И Миша сразу понял. Ага, Ferrari выйдет, денег нету, понял. Вот, поэтому, друзья, прямо сейчас я, собственно, убираю E39. Это самое главное. Я ее убираю. У меня в основном, кстати, BMW и Mercedes. Больше, в принципе, ничего нет. Надеюсь, что после обновления все будет хорошо и все будет нормально. Моя любимая E34, которая, друзья, дарила много эмоций. Прямо и мощи, и, блин, эмоции. Чего она только не дарила. Она, друзья, к сожалению, улетает на был рынок. Прямо, друзья, на комплекте Alpine. Блядь. Полная обвеска. Просто Alpine полная. Вся сейчас улетает. 10 за 4 тысячи, друзья. Это что-то невероятное. Ладно. Идем дальше. F-90. На номере. Причем, друзья, еще и именом. Блядь. Это нереально. Серьезно. Я сейчас продаю машину. Которую мне очень... Давайте даже прокатимся. Вот серьезно прокатимся. Мне серьезно очень тяжело с ними расставаться. Вот прям эти машины для меня, они почему-то вцепились так, что... Ну, это просто серьезно нереально. Но я хочу, ребята, чего-то большего. Это... Я понимаю, что это просто игрушка. То есть, в которую я на самом деле вкладываю кучу времени. И, собственно, много души и любви. По сути, да. Вот, например, F-90. Я в нее столько денег вложил. То есть, мне ее, по сути, подарили. Но я, по сути, как бы много чего переделал. Я добавил, получается, всякие бампера-не-бампера. Тонировку, не тонировку. Тюнинг, не тюнинг. То есть, она, по сути, у меня была дефолтная. И сейчас многие меня, блин, просто подкалывали по поводу того, что F-90, это получается с номером Иван. Хотя это, друзья, номер L-1. L-1, пацаны, L-1. Ну, вы что, бурундуки не смотрели, что ли? Ну, серьезно. Ну, как бы, да, это выглядит, типа, как Иван. Но, по сути, она изначально, как бы, планировалась, как L-1 идти. Поэтому, друзья, ну... Ладно, в принципе, была-не была. Ай, блядь. Я вот, серьезно, я ни с какой машиной так, друзья, не прощался, как с F-90. Серьезно. Вот с Агерой я попрощался, как бы... Знаете, это как уснуть и умереть. Вот, серьезно. Только вот Агера как раз-таки уснула и больше не проснулась. Мне интересно даже, за сколько она уйдет. 6,650. Фу, тюнинг. Блядь. Ладно. Друзья, это такие просто потери. Вот для меня, серьезно. Вы просто не представляете. Все, она ушла. Все, все. То есть, уже не вернусь. Сколько у меня там на банке? Давайте. Блин, еще... Открылся ENB-панель. Так, 37 миллионов, друзья, у меня на банке. Блядь. Просто не... Нахуй я на Акуш, когда прилетел и уехал сразу. Прикольно. Так, идет у нас следующая Ц-шка, 63-я. Блин, тоже туповая машина. Но, на самом деле, на нее не очень-то и, в принципе, как-то хочется уделять время. Поэтому мы сразу ее сливаем. Спасибо огромное за подгон. Тот, кто подарил, ребят, все забыл. Все забыл. Полностью все забыл, кто уже дарил. Вот он. Вот она, друзья, легенда. По-другому ее, по сути, не назвать. Это легенда. Это В-140-й, который, собственно, участвовал в клипсах. Липпи, пародии, Моргенштерн, Съева Деда и 4 Укоровинки. Блядь, ну серьезно. Как бы мне, на самом деле, жалко с ним прощаться. Но, по сути, что мне с ним делать? Я, честно, не знаю. И поэтому... Прощай, друг. Ты мне был. Как брат, блядь. Ай, ладно. Друзья, ну других вариантов я не вижу. Серьезно. Не вижу просто. Спринтер, Субару, Е60 у меня осталось. И получается, что тут? Акушка, В-шки, 007. Что тут у меня еще есть? Рам в восьмерке. Рам в восьмерке. В-шки, 007. Короче, эти машины мне давали на конкурс. Вообще, по сути. Что, слив? Да, слив. Только они, наверное, они сейчас просто офигеют. То, что я даже примерно такие номера сливаю. Хотя я мог их принести в хранилище. Ну ладно. Они были... Должны пойти на конкурс. Они, в принципе, друзья, уйдут сейчас в был рынок, чтобы просто не мешать. И, типа, они мне сейчас помогут. Да, даже ладно, 17500. Это, в принципе, нормально. Так, давайте продадим вот эту акушку. 17500, да, получается. Сколько она там стоит? 17500 сливается. Семерка, ребята. На ашках 441. 74-й регион. Вот то, что 74-й регион, да, это обидно. Рна 001. Не уйдут. В любом случае, не уйдут. Хотя челик что-то готовится. 8-ка на номере ВМЕ. Я ее, ребята, оставляю. То есть, была, не была, я ее оставлю, потому что это номер с моей... Ну, как бы, с моей тачки. Так, ну, с реальной, типа, которая была у меня. И что у меня, друзья, остается? Давайте посмотрим банк. Это 41 миллион. Собственно, это круто. То есть, по сути, если я сейчас продам Е39, ну, в принципе, ничего не изменится. Ладно, продам, например, BMW M5, E60. У меня будут уже дополнительные денюжки, сами понимаете. Если я продам спринтер, а он еще и, друзья, на именном номере, VIP Boost. Это, друзья, ну, очень красивый такой номерок, на самом деле. То уйдет он за большие деньги. То есть, его можно продать за хорошие суммы, которые вы даже... Которые вам даже не силились, наверное. Ну, типа, в виде того, что, вот, типа, мы VIP Boost будем продавать, например, там, за какую-то такую определенную сумму. Ну, блин, я не знаю, ребят. Серьезно, это вот определиться мне было очень сложно. Я решался на это две недели. То есть, продавать, не продавать. Потому что совсем скоро выйдет обнова, ребят. А я неподготовленный. Я не знаю, что мне просто делать. Я, вот, серьезно, я был полностью в потере, но... Вот, серьезно, говорю, бывает, не бывает, ребята. Блин, подождем, собственно, обнову. Посмотрим, что добавят в обнове. Надеюсь, то, что, собственно, выйдет крутая обнова, в которой мы порадуем себя новыми тачками. Надеюсь, то, что Ferrari будет у нас в автопарке, собственно. Ну, ладно, ладно, не в автопарке. Можно будет просто ее протестировать, на тест-драйв взять. Потому что Ferrari дорогая. Можно будет взять и Lada, Vesta Cross. Потом, получается, какие там еще машины у нас были. Какие мы еще обозревали-то? Погодите, мне прям с башки вылетело. Прям вообще, вот, прям очень много машин. Погодите, было на сервере. А, бананчик мы купим, ребят, обязательно. ЦЛС-63, который, ну, в виде банана, помните, да, был? Что у нас еще было-то, ребят? Я даже хочу открыть телефон сейчас и посмотреть, что у нас. А, Mazda RX-8 обязательно у нас будет в автопарке. Прям обязательно, друзья, поедем прям сразу ее покупать. Получается, что тут у нас еще было? Да, в принципе, ничего. А, ЦЛС-63. Ладу новую. Vesta Cross. И Mazda RX-8. И Ferrari. В принципе, друзья, больше нету никаких новостей по поводу CCD-Planet. Но я уверен, что добавятся еще какие-то обновки. Что-то, ребята, еще изменится. Ну, обязательно будет, естественно, нового-многого контента. Прям будет кучу-кучу-кучу, ребят. Обязательно для вас отсниму. Прям вообще без проблем. Мне прям, ну, на самом деле, не тяжело. Выделить там минут 20-40, там, да тот же час даже на серию по CCD-Planet, где я буду обозревать просто обнову. Серьезно, мне не тяжело. Мы обязательно еще постримим. Обязательно поснимаем. В общем, сделаем все то, чтобы, собственно, было круто. Чтобы было весело нам всем с вами. В общем, ребята, серьезно, это какая-то траурная серия для меня. Потому что сейчас я остался с Subaru WRX. Получается, вот она. Я остался вот с такой Subaru Tesla Cybertrack, которую я не продам. Сколько у меня на ней пробег-то, ребят? Я помню то, что я на ней задурать его прям капец, серьезно. На всякий случай оставлю. 43 тысячи пробега. Капец, ребят. Я просто не представляю, как люди до сих пор на ней работают. Это невероятно. Е39. Нахуй ты мне достаешься, Е60. Е39 на МК-пятерках, 76-й регион. И что тут у нас еще осталось? Вип-бус. В голове ебус. Ладно, друзья, на этом мы будем, в принципе, заканчивать. Я надеюсь, что вы теперь поймете. То есть, почему я сейчас записываю... Я мог просто поехать продать, да? Ну, как бы, тачки. И, типа, положить бабки на вклады. Кстати, да, поехали, ребята. Деньги на вклады положим. Так, давайте на Е39 поедем. Да, я забыл просто вклады положить. Вот. И, получается, закончим на этом серию. То есть, в принципе, я мог это без серии сделать. Я ничего не говорю. Но в последнее время, ребята, у меня и так мало серий было по CCD Planet. Но вот, чтобы тут понимали, почему я сейчас не играю на CCD. Он не потому, что скучный, неинтересный. Все потому, что, ребята, я просто жду обнова. То есть, по сути, мне делать, ребята, серьезно, нечего. Вот лично мне тут пока что нечего делать. Я беру 41 миллион. Раз, два, три. Ну, и вложу. Давайте, давайте. Ну, я не знаю. Ну, пусть у нас полежат они... Ну, была, не была. Пусть лежат у нас 10 дней. На 10 дней откроем вклад на 41 миллион. По сути, это капнуло бы намного больше. Понимаю, если бы 50 было бы. Ну, пусть лежат 40 миллионов плюс 300 тысяч у нас будет на руках. 396, 691. Так, 396. Ага, забыл. Сука, дурак. Так, погодите. Состояние 691. Вот, 691. Мы снимаем. Так, 691. Снять. Все. Нету больше у нас ничего. Так. Чего там все запакалось-то, е-мое? В общем-то, друзья, все. Ждем обновления. Вот. Пишите вообще свои комментарии, в принципе. Правильно, неправильно сделал. Нет, ну, конечно, да, ребят. Я вот серьезно говорю. Я мог подождать и продать все, в принципе, свои машины дороже. Я надеюсь, что не будет таких тупых комментариев. Типа, вот, там, и так далее. Типа, машины могут продать дороже. Я знаю. Я серьезно знаю. Я на сервере ни один день не играю. Поэтому я знаю, что можно было, за сколько продать. Но, блин, возиться с этим всем. А я еще занят. И у меня, в принципе, свой проект, ребят, в МТА есть. Над которым нужно работать. И, в принципе, обнова тоже готовится. Но это очень сильно. Очень сильно. Поэтому, друзья, все. Всех люблю, целую. Обязательно заходите еще на видосики, ребят. Обязательно подписывайтесь на канал. В принципе, у нас ламповая такая атмосфера. Всегда видосы на лайфтайме. Поэтому надеюсь, что, друзья, вам понравился чем-то контент. Я надеюсь, что вы будете, в принципе, смотреть видосики в дальнейшем на моем канале. Поэтому, ребята, всем удачи. И всем, друзья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok